Привет, мои дорогие! Хочу с вами поделиться, как можно очень просто, экологично и лайтово, получая удовольствие в процессе, прожить свое чувство или эмоцию. Прожить ее легко, без вреда кому-либо. Много чувств, которые у нас возникают, много эмоций, мы очень часто зажимаем внутри. Из-за того, что нет возможности прожить их корректно, либо мы не умеем корректно в моменте действовать, говорить. Либо такие ситуации складываются, когда эмоции очень сильные, и понимая это, мы их в себе зажимаем, чтобы не навредить кому-то, не обидеть кого-то. И все эти зажатости, которые остаются в нас, они просто создают очень сильное напряжение в физическом теле и энергетическом теле. И эти напряжения, если их копится много, и мы с ними ничего не делаем, по итогу на физическом теле возникают болезни. Если на ментальном уровне смотреть, то наша реальность просто подстраивается под эти напряжения, то есть подобное притягивает подобное. То, что у нас внутри, мы получаем снаружи, как бы в нашей реальности. Наша реальность – это отражение нашего внутреннего мира, нашего внутреннего состояния. И вот этим моментом, которым я с вами поделюсь, этим методом, им можно помочь себе, как и в данный момент, испытывая в данный момент эту эмоцию, чувство. И вам сложно совладать с собой, сложно перестроиться, переключиться на другие мысли, убрать вот эту мысль-мешалку по какому-то поводу конфликтному. И бывает сложно, оно мешается, мешается, перекручивается сто раз. Ты думаешь, как бы он ответил, чтобы я сказала, почему я так не сказала и так далее. И вот это вот все, вот эта вся каша в голове, ее иногда сложно прекратить. И вот этот метод, он помогает. И также можно проработать с чувством эмоцию по отношению вообще к чему-то. То есть вспоминая ее, мы ее прорисовываем. И с помощью нейрографики вообще, в принципе, мы можем выстраивать свою новую реальность. Ту, которую нам надо. Это один из инструментов, который очень экологично, бережно помогает нам это делать. Помогает нам разъединять старые нейронные связи и создавать новые. Наш мозг так работает, что когда мы чему-то учимся, вообще, когда мы что-то делаем, там выстраиваются такие дорожечки нейронной связи. Между нейронами вот эти вот связи. И чем больше повторений одного и того же действия, тем крепче эта связь. И тем сильнее, тем труднее эту связь сильную прервать, поменять. Вот. И, например, на какое-то чувство, на какую-то эмоцию, на какую-то ситуацию можно рисовать очень много раз нейрорисунок. Столько, сколько вы почувствуете, вам нужно, да. Иногда это бывает вообще достаточно один раз нарисовать, иногда это 20 раз нужно нарисовать. Но, тем не менее, помочь себе в моменте прийти в баланс и уйти вот от этой мыслемешалки помогает просто рисование. И вот в этом видео я вам сейчас покажу, как это просто сделать. В следующем видео я вам покажу целый алгоритм, расскажу, как это делать. Мы с вами прорисуем. Можете параллельно садиться рисовать со мной, параллельно видео. Как прорисовать отношения с кем-либо, либо с чем-либо, либо с какой-то ситуацией, либо там с деньгами, например, да. Отношения с начальником, отношения с любимым, отношения с детьми, с чем угодно отношения. Со всем миром, с собой. В первую очередь с собой, да. Мы всегда начинаем с себя. Вот, как прорисовать все отношения. Там тоже мы будем делать этот выброс. Ну, и потом там я буду рассказывать. Если вам это интересно, вот, следите за... Подписывайтесь на мой телеграмм, следите за анонсиками. Я пока не так часто что-то выкладываю, но буду стараться чаще вас радовать. Вы отвечайте мне в комментариях, насколько вам это было интересно, полезно. Давайте вообще какие-то даже просто значки, смайлики, улыбочки. Я буду знать, что вы смотрите, вам это интересно. И буду продолжать дальше стараться делиться тем, что я знаю. То состояние, которое вы сейчас испытываете в данный момент, да, если оно не очень хорошее, либо какой-то конкретной ситуации, она может быть произошла когда-то, да, но у вас остался осадок, и вы не можете успокоиться, там мысли постоянно крутятся по этому поводу. Или вас беспокоит конкретно какая-то ситуация с каким-то конкретным человеком, например, да, и вы испытываете какое-то, ну, чувство к нему злость, обиду и так далее. И все это можно прорисовать. Очень важно сейчас закрыть глазки, сделать несколько вдохов-выдохов, глубоких, спокойных, сконцентрироваться на себе внутренним взором, посмотреть внутрь себя, ощутить это состояние полностью, да, прям ощутить, прям проживая его в данный момент максимально, насколько вы можете его прям ощутить на полную, да. И вот на пике этого чувствования, что у вас поднимается полностью, со вдохом вдыхаете, и с выдохом вы делаете выброс коляка-маляка сюда на лист, только не повторяйте за мной, да, то есть это будет у каждого своя коляка-маляка, это выброс сюда вашей эмоции, вашего состояния. Вдыхаете и с выдохом делаете. Вот, у меня получилась такая. Очень важно эту коляку-маляку сделать прям, то есть вы прям прочувствуете свое состояние и выбросите с выдохом сюда его. И потом мы эту коляку-маляку заключаем в круг. Круг это всегда гармонизация, влаживание, гармония. Линии, которые не довели, доводим до круга. Которая вышла, можно тоже сразу довести ее. И сначала мы все скругляем. Все соединения, которые у нас получились, мы скругляем их. Очень важно, чтобы никаких из усенцев не торчало козявочек. Которые козявочки таки получаются, ну, либо довести как-то в линию куда-то, или, если это реально, то есть линию просто с мягчением слаживать эту козявочку, в линию саму уводить. Рисовать можно фломастером, маркером, черной ручкой, гелевый, шариковой, черным карандашом. А, почему черным? Все что угодно. Это я просто черным рисую, зациклилась на нем. Вы можете взять любой цвет, который вы хотите, который может быть отражает в данный момент вашу эмоцию. Желательно, чтобы он, этот цвет был контрастный. Потому что мы потом будем разукрашивать, чтобы он, эти линии было видно на фоне разукрашенного. Дышим. Когда скругляем, отслеживаем, что происходит внутри. Если есть какое-то напряжение, состояние какое-то поднимается. Вдох, выдох и расслабляемся. Расслабляем, отпускаем это напряжение. А тем, что мы скругляем вот эти все соединения, это мы убираем внутренний конфликт, убираем напряжение свое. Мы его разрешаем через прорисовывание, через скваживание. Любое закругление, круглое в рисунке, это гармонизация. Здесь щелчок у меня, я просто вот сейчас введу в линию сплошную. Если не четко вышло. Нажим, кстати, при выбросе может быть совершенно любой. То есть это выброс вашего состояния. У меня было такое, что я просто, ну, аж размахлила в хлам этот кончик маркера. Скруглили. Теперь мы выводим и растворяем это состояние, эту эмоцию с пространством. Пространство в нашем, мы ее растворяем с помощью нейролинии. Можно продолжать те, которые в круги идут. Нейролиния, она всегда разная, она нигде не повторяется на пути своего продолжения. И важно доводить до края листа, потому что лист это часть пространства всего. Часть нашего квантового поля. И, то есть там безгранично. Вы как будто бы эту линию уводите, как будто она ходит дальше, за пределы листа. Нет конца. Бесконечности. И нейролиния очень важно, чтобы она была вот такая вот разная везде. Вы можете, если не рисовали, потренироваться отдельно на листочке. Очень важно, чтобы она не была ритмичная. То есть, ну, чтобы она не была, вот я уже показывала, определенный ритм не создавала. Не угловатая была углы, не надо делать. Она должна быть плавная и повторяющаяся, разная. Вести ее, может быть, куда-то вам конкретно захотелось, а вы взяли, руку в другую сторону повернули. И вообще вести ее не думаю. Это самое верное здесь в уголочек у меня появилось. Столько линий, сколько нам хочется. Желательно, чтобы вот эти вот кусочки пространства были примерно, ну, как бы, одинаковые, чтобы не было перевеса куда-то. И также мы скругляем все эти соединения. То есть мы свою эмоцию просто растворили в пространстве, сделали выброс и растворили. Эта эмоция, она неплохая. Она такая, какая она есть. Эта часть нас. Часть всего происходящего. Это мы, люди, в человеческом мире, в человеческом сознании, делим на все на хорошее и на плохое. А в мире пространство всегда есть. И тьма, и свет. И есть все то разнообразие, многообразие, которое мы видим, наблюдаем, чувствуем. И все это имеет место быть. И мы учимся принимать себя такими, какие мы есть. Возможно, где-то сучка, где-то злая. Где-то я не уверенная. Очень важно все эти состояния учиться принимать в себя. Эта часть меня. Пока мы не примем их, это борьба. Это отторжение частички себя. Когда мы перестаем бороться и принимаем, борьба исчезает. И вот это чувство, которое мы отторгали, оно, как бы, как сказать, оно перестает о себе напоминать. Вот. Все, я вроде скублила. Теперь проводим линии поля. Линии поля – это та божественная сила, которая есть, да, создатель, бог, как угодно. И в каждую линию мы выключаем тоже определенный смысл. Они самые толстые будут. Их несколько раз можно провести. Это будет у меня, например, безусловная любовь. Та, тотальная, безусловная любовь, которая просто есть. С помощью которой сотворяется мир. Можно использовать несколько маркеров. Один толстый, другой потоньше. У меня одинаковые толщины. Просто можно несколько раз обвести. И скругляем тоже соединение. Таких линий можно сделать две, три, четыре. Слишком много не надо. Вот это, например, принятие. Рисуем и прочувствуем то, что мы проводим. Что такое принятие. Как я его ощущаю. Как я его ощущаю. Если я не знаю, то как даю себе возможность это прочувствовать. Ну, то есть я имею ввиду, что разрешаю себе узнать, что это такое. И мир, вселенная мне поможет с этим. Еще одну линию проведу. Ну, просто божественная сила, свет. Просто мощная энергия жизни. Пусть будет так. Это для меня. Сотворяющая энергия. Сотворяющая энергия. Вот. И соединяем все, ой, соединяем, скругляем все соединения, которые у нас получились. Все уголки. Очень важно соединить все. Бывает такое, что сразу где-то что-то не уклютишь, но потом, если вы заметили, важно доскруглить. Отслеживайте мысли, которые вам приходят. На них останавливаться сильно не нужно. Просто отслеживайте, принимайте состояние, которое приходит. Продышивайте. Можно со вдохом, ой, с выдохом, со звуком выдох делать. Освобождаться от напряжения. Если оно поднимается где-то, вы его чувствуете, например, в груди, в горде, в голове, да. Не важно где. То есть чувствуете, что у вас в теле происходит. Расканируйте его. О чем это чувство? Можно даже задаться вопросом, да. С выдохом, со звуком выпустить, со звуком. Может возникать сопротивление, раздражение. Особенно на моменте вот этого скругления. Такое бывает очень часто у людей. Особенно у людей, которые живут больше умом, логикой. У них очень часто бывают тут сильнейшие сопротивления, раздражения. Хочется все бросить. Если хочется все бросить, появляются такие мысли, что с ерундой я страдаю. Вы продолжаете. Просто нужно объяснить мозгу, да, что это не навсегда, это безопасно. Я сейчас вот пять минут еще порисую и все. И он вас успокоится. Договориться с ним просто в моменте. Потому что когда мы это делаем, у нас отключается логическое мышление и активируется правое полушарие. Для логического мышления это все непонятно, неизвестно. А там где неизвестно, там опасно. И у нас наш мозг, наша логическая часть пытается защитить, увести отсюда. Потому что там неизвестность, опасность. Вообще важно, смотря на рисунок уже на который получился, да, или получается, то есть уже не видеть свой вот этот эмоциональный выброс. То есть вот он у меня практически всталился, я уже не вижу в общем рисунок. Мне еще хочется почему-то вот здесь линию провести вот так и скруглить. Прям захотелось. Вот. Дальше мы берем цвет, который нам нравится, который почетен. Либо, если вы не знаете, какой теряетесь, да, можно просто с закрытыми глазами выбрать. Выберется тот цвет, который нужен. Цветом мы задаем новую энергию. Либо помогаем проживать то чувство, ту эмоцию, которая у нас была. Интенсивность, нажим, это все зависит от вашего состояния. Я вот до этого уже порисовала. У меня было там сначала такие сено-соломы штрихи. Это как раз от моего рваного состояния было. И голос у меня там был такой, как бы я сначала записала видео, но я его переслушала, пересмотрела, решила перезаписать его для вас. Потому что голос у меня там прям был вообще такой, какой-то полумертвый. Такое состояние было, поднялось с этим выбросом. Вот. Важно закрашивать не каждую ячейку в отдельности, а именно по несколько, то есть переходя через границы, через линии. Так вы снимаете ограничения внутренние, сдаете новую энергию нужную. Каждый цвет несет свою энергию. Здесь можно, здесь все очень индивидуально. Вы сами можете ощущать в моменте, что для вас этот цвет значит, какую энергию вам дает. Или может быть этот цвет завершает что-то старое, да, в вас. Если хочется где-то оставить белым, оставляйте белым. Вот я не скруглила здесь, увидела. Хочется черным где-то закрасить, можно закрасить черным. Если вас прям тянет на какой-то конкретный цвет, берите его и им закрашивайте. Если вы теряетесь, просто дайте, если у вас начинает мозг работать, да, как красивее, как лучше, то здесь как раз таки можно вообще не глядя, просто выбрать. Дать пространству возможность, как сказать, расслабить вас, да, дать довериться. Довериться просто пространству, вселенной, какую энергию, да, она вам все равно даст нужную энергию, нужный цвет, который вам сейчас нужен. И когда вы будете рисовать, прочувствуете, что не просто так, наверное, этот карандаш попал под руку. Разукрашивать можно тоже маркерами цветными, которые, например, там, текстовые делители, либо акварельные спортовые маркеры. О, мне тут вот прям вкусно становится, такой зеленый, травянистый, сиреневый. Мне вот прям очень приятно стало внутри от этого. И эти выбросы можно делать столько раз, сколько вам хочется. На одно и то же состояние хоть миллион раз, пока оно у вас не пройдет. Вот сейчас у меня стало напряжение в руке появляться, что-то выходит. Когда я стала говорить про хоть миллион раз. Я не люблю много раз одно и то же делать, возможно, за это. Можно где-то, если кардаши мягкие, они могут растушевывать пальчиками. Если вы видите какой-нибудь такой, то есть можно помочь. Ну, что-то вот этот не очень растушевывается, либо не нажим здесь такой был. Вот это хочу вывести в белый его. Ощущается, отслеживается, как меняется ваше состояние сейчас. Что происходит в теле, в мыслях. Могут какие-то осознания прийти после выброса энергии, да? То есть высвобождение этого напряжения. Могут новые идеи прийти. А может просто тишина наступить в голове. У меня было такое вот, как раз сейчас, когда я рисовала вот перед этим видео. У меня аж было в окружении легкое такое, от расслабления. Сначала было напряжение сильное. Я давно очень не снимала видео. И начала снимать, то есть как раз записывала. И у меня напряжение такое сильное поднялось. И вот оно, видимо, выходило. Когда оно вышло, у меня появилась такая легкость, как будто я немножко опьянела. То есть после сильного напряжения резко такое расслабление. И вот как бы вялость такая некая, да? Расслабленность. Расширение в груди происходило. Я прям чувствовала какое расширяющее, густое чувство там. Начинает переполняться. Кстати, сейчас у меня головокружение легкое поднялось. Или на фоне вот синего цвета. Я не знаю, что это такое, пока не понимаю. Ну и ладно. Всему учиться нужно давать место всему быть. Все возможно. Все реально. И все имеет место быть. Я любая могу быть. Я человек, я проживаю, я учусь, я проживаю любые чувства. Благодарю вас, что просмотрели. Надеюсь, вам это будет на пользу. Если вам было полезно, интересно. Помогло вам в моменте, да? Жду от вас комментарии. Либо хотя бы какие-нибудь сердечки, смайлики. Буду вам очень благодарна. Потому что для меня это очень важно. Понимать, иметь обратную связь. Понимать, что нужно это вам давать. Делиться или нет. Потому что желание делиться есть. Тем, что мне помогает. Видео немножко прервалось. У меня садилась батарейка. Оно закончилось. Я об этом не знала. Но, в принципе, там все ясно. Все самое основное я показала. Наговорила. Очень важно закончить рисунок там, где вы уже чувствуете, что все вам нравится, красиво. Отпустила вот это вот состояние, которое вы прорисовывали. Вам стало в моменте хорошо. Хорошо. Ну и все как бы, да. То есть рисуночек, в принципе, вы можете какое-то время сохранять. Посмотреть позже. Если есть какие-то не скругленные моменты, их скруглить. А потом можно его сжечь. Выкинуть, оставить, сохранить, если вам нравится. Вот. Все. Благодарю вас, мои хорошие. Всем желаю гармонии. Желаю принятия себя, принятия всех своих качеств, эмоций, проявлений. Вы такие, какие есть в моменте. По-другому вы не могли. Потому что вы были такими, какими могли быть. Исходя из того, что происходило с вами. То, чему вы успели научиться или не успели научиться. И это не плохо и не хорошо. Очень важно просто учиться осознавать, что с вами происходит. Смотреть в глубину каждого чувства, каждого проявления, каждой эмоции. Не всегда понятно, что там. Но если задаваться этими вопросами, то ответы быстро приходят. И чаще отключайте свою логическую часть. И включайте творческую часть. И благодаря этому больше знаний будет приходить. Больше будет приходить чувствование. А именно через чувствование мы проживаем только себя настоящего. Логику, ум нам в этом мешают. Но помогают нам в других аспектах жизненных. Это тоже важно. Вот. Но именно делать выбор в чем-либо, да. Ну и вообще учиться чувствовать. Очень много людей не умеют чувствовать. Они разъединены своим телом и как будто бы душой. А именно через тело мы можем ощущать, чего хочет душа. Люблю вас целом. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Может быть.